Вся эта неделя прошла под знаком чувашского языка. Его отмечают 25 апреля, в день рождения просветителя Ивана Яковлева. О сохранении и дальнейшем развитии родного языка говорили в детских садах, школах и вузах. Чувашская речь как часть мировой культуры. Чтобы объяснить это детям, в столичном детском саду номер 118 сегодня с утра звучала народная музыка, стихи и песни. В праздничной атмосфере легче воспринимается язык и его возможности. Без него трудно говорить о сохранении традиций и обычаев любого народа. Нужно с детьми говорить, во-первых, на чувашском языке, знакомить с историей своего народа, с традициями, с культурой. Когда мы изучаем чувашские, разучиваем песни, поем, дети с удовольствием их поют. У нас очень много сшитых костюмов чувашские. Дети их с удовольствием одевают и выступают в них. Радует то, что родители нас поддерживают. Они всегда активно участвуют, помогают нам, проводят с детьми мастер-классы, делятся своими умениями и мастерством. Отношение школьников к языку более осмысленное. Они изучают произведения чувашских писателей, участвуют в олимпиадах по родной речи. В школе мы изучаем не только чувашские стихи, но и с преподавателем танцев ставим различные чувашские танцы. В этом году я участвовала в олимпиаде по чувашскому языку, заняла третье место в районе. Мне кажется, что такие мероприятия надо проводить почаще, чтобы наш чувашский язык не забывался. Знание языков расширяет потенциальные возможности ребят. Им легче общаться со сверстниками, познавать полиязычный мир и другие культуры. Я стараюсь привить к детям любовь к родному языку и говорю, учу их, чтобы они хорошо знали, наравне знали свой родной язык. И также русский язык тоже хорошо знали. Это все им пригодится в жизни. Я работаю учителем чувашского языка в этой школе уже 30 лет. За это время, конечно, ребята очень изменились и, наверное, отношение к чувашскому языку изменилось. Но чувствую, что дети все равно уважают свой родной язык. На земле есть очень много разных языков. У каждого народа есть свой родной язык. Я думаю, что каждый человек должен любить свой родной язык. Екатерина Шиверова, Регина Кубайкина, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Дмитрий Салманов, Республика.